Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами рассмотрим технику выполнения очень интересного хирургического вмешательства, а именно трансназальная декомпрессия орбиты, которая будет выполнена у пациента с эндокринной офтальмпатией. Не самой простой эндокринной офтальмпатией, а осложненной оптической нейропатией. Это состояние, при котором на фоне даже адекватного консервативного лечения у пациента развивается сдавление зрительного нерва гиперплазированными глазными мышцами, что приводит к утрате зрительной функции. Есть и второй тип заболевания, при котором гиперплазия преимущественно развивается у пациентов именно в жировой клетчатке. В этом случае клинически заболевание проявляется только экзофтальмом, без потери зрения. Но наиболее тяжелыми являются, конечно, пациенты с оптической нейропатией. Я должен сказать, что операция выполняется в нашей клинике достаточно давно. На сегодняшний день мы имеем опыт выполнения уже более 300, как минимум, успешных хирургических вмешательств. И сегодня мы поговорим о патогенезе, поговорим о технике хирургического вмешательства и посмотрим на некоторые результаты хирургического лечения. Мы выражаем огромную признательность компании Карл Шторс, предоставившей нам оборудование, прежде всего, эндовидеокамеры высокого разрешения. Итак, в патогенезе происходит безудержное увеличение глазных мышц в объеме или жировой клетчатки. Давайте посмотрим на патогенез на примере анимационного фильма. Если мы заглянем внутрь орбиты и посмотрим на то, что там происходит. Глазные мышцы, преимущественно в заднем отделе, в области конуса орбиты, увеличиваясь в объеме, сдавливают зрительный нерв. Это приводит к расстройству его функции. Он перестает передавать импульсы. Глазное яблоко при этом смещается вперед. Сейчас мы видим контур медиальной прямой мышцы. Эстетически, конечно, это проявляется в формировании стойкого экзофтальма. Давление глазной мышцы на достаточно тонкую бумажную пластинку бывает настолько велико, что она трескается, подвергается деструкции. И такие находки, как видно сейчас в правом нижнем кадре, мы находим интероперационно регулярно. Какие основные этапы операции? Прежде всего, это максимально широкое расширение соустия верхнечелюстной пазухи. Далее поэтапно проводится тотальная итмоидэктомия. Сейчас мы это хорошо наблюдаем. Но для формирования гораздо большего пространства, выхода на ориентир важный, такой как зрительный нерв, мы широко вскрываем клиновидную пазуху путем резекции ее передней стенки. В итоге мы получаем сформированное единственное пространство, при этом, как видно, сохраняется средняя носовая раковина. Далее мы приступаем к удалению костного остова медиальной стенки орбит. Сначала он отсепаровывается от фасции и при помощи микрощипцов удаляется. Но этого недостаточно. Фасцию нужно будет обязательно вскрыть. Тем самым достигается пролобирование внутриглазных тканей в сформированное костное окно. Медиальная прямая мышца высвобождается и отходит от зрительного нерва, который восстанавливает свою работу. Глазное яблоко переходит в положение, максимально близкое к физиологическому, что эстетически приводит к регрессу экзофтальм. Ну и теперь мы переходим, собственно, к операции. Операция выполняется в условиях общего обезболивания. Как я уже говорил, эти пациенты, как правило, очень сложны соматически. И, конечно, во время операции иногда наблюдается достаточно выраженная сангвинация, что мы сейчас видим в кадре. Данную операцию мы начинаем с резекции латеральной порции булезной средней раковины. Поскольку нам нужен широкий доступ не только к среднему носовому ходу, но и к решетчатому лабиринту, для этого мы используем серповидный нож, острые ножницы и режущие щипцы. Нужно сказать, что основным из этапов, как уже было отмечено, является максимальная возможность сохранения средней носовой раковины, к чему мы стремимся при проведении всех операций. Далее мы производим резекции ключковидного отростка. И надо отметить, что если при банальной гайморотомии мы резецируем лишь его нижнюю порцию, то здесь удаляется вся эта часть решетчатой кости. То есть весь ключковидный отросток подлежит обязательной резекции. Соусти должно быть расширено максимально. Сейчас мы видим, как при помощи режущих щипцов производится задняя фонтанеллотомия, после чего удаляется остаток дубликатуры слизистой, которая часто содержит и мелкие костные фрагменты, до места прикрепления нижней носовой раковины, которую, естественно, повреждать мы не будем. Вскрывается решетчатая була. Видно, что у больного есть незначительные полипозные изменения. Но надо сказать, что если бы не многократные курсы глюкокортикостероидной терапии, наверняка полипов у пациента было бы больше. Но здесь мы видим, что полипы единичные, однако они находятся практически во всех клетках. Чем хороши эти операции в плане показательности? Что можно посмотреть анатомию, можно посмотреть технику эндоскопической полисинусотомии, увидеть многие ориентиры, которые часто, ну скажем так, не поддаются хорошему обзору. Итак, мы работаем на задних клетках решетчатого лабиринта. И далее переходим к идентификации соустия кленовидной пазухи. Конечно, можно было вскрыть кленовидную пазуху трансэтмоидально, но мы предпочитаем все-таки идентифицировать соустия и при помощи выкусывателя Херрисона расширять его к низу и латерально. Для чего это делается? Ну, прежде всего, для того, чтобы избежать блока, поскольку глазничные ткани будут давить на среднюю, на верхнюю носовую раковину и могут заблокировать соустия. Во-вторых, для того, чтобы нам получить хороший обзор на основной ориентир. Поскольку это пациент с оптической нейропатией, нам важна декомпрессия именно зрительного нерва. Сейчас мы видим со стороны решетчатого лабиринта раскрытую кленовидную пазуху. Видно турецкое седло. Но при дальнейшем просмотре фильма мы эти ориентиры увидим более отчетливо. Доудаляем задние клетки решеток. Здесь, конечно, нужно соблюдать максимальную осторожность, поскольку при работе в верхних отделах всегда есть риск травмировать заднюю решетчатую артерию, которую мы, кстати, сегодня увидим с вами. При помощи выкусывателя Келлисона мы расширяем соусти латерально до орбиты. Ну вот, как часто бывает, здесь хирург, скажем так, нарывается на кровотечение из веточки крылонемной артерии. Сейчас вы это увидите. Ее называют задней носовой артерией, задней септальной артерией. Она пульсирует, но артерия достаточно благодарная в плане гемостаза. Мы используем, как вы видите, банальную коагуляцию, которая помогает нам остановить кровотечение. Кровотечение остановлено. И мы переходим к осмотру орбиты. Посмотрите, как отчетливо видны деструкции в виде линейных переломов. Производится фотография, о которых мы говорили при просмотре анимационной модели. Довскрываем самые верхние отделы и переходим постепенно ко вскрытию лобного кармана. Ну, вот мое личное мнение, что при таких операциях, да не обязательно декомпрессивных, а просто при полисинусотомиях, лучше сформировать пространство в задних клетках решетчатого лабиринта, может быть не во всех, но в большей части, и затем переходить постепенно к расширению лобного кармана и к идентификации соусти лобной пазухи. Поскольку это дает хирургу большее пространство для работы, что соответственно обуславливает меньший риск повреждения внутриглазничных тех же структур основания черепа, который, кстати, сейчас очень хорошо просматривается. Мы доудаляем остатки клетки агерназии, прилегающих к ней небольших клеток, справа мы хорошо видим верхнечелюстную пазуху, над ней глазницу, основание черепа, и, наконец, мы видим соусти лобной пазухи, левой, которая прикрыта небольшим костным фрагментом, но после его доудаления мы можем более чем детально осмотреть лобную пазуху. В данном случае используется 45-градусная оптика. Как вы видите, обзор достаточно хороший. Нам удалось избежать травмы передней решетчатой артерии. А это верхнечелюстная пазуха. Мы видим подглазничный канал. И обратите внимание, насколько развита сосудистая сеть, и насколько она подлокровна у этих больных. Вот то, о чем мы говорили относительно повышенной кровоточивости во время операции. Видны даже корни зубов. Возвращаемся в сформированное нами пространство. Под стрелкой указан зрительный нерв и так называемый подзрительно-нервный карман. Но это пространство также называют оптокародитным синусом. Видно отчетливо. И именно по этому направлению мы будем производить резекцию костного отзыва. А это задняя решетчатая артерия. Ну вот мы так аккуратно, аккуратно у нас получилось ее обойти. Осматриваются все структуры, удаляются остротки крови. И постепенно, постепенно производится резекция костного отзыва в медиальной стенке. Справа внизу кадр в кадре. Вы видите, как это происходит с противоположной стороны. У больного двусторонний процесс, поэтому мы производим двустороннюю декомпрессию орбиты трансназальным доступом. Не всегда удается удалить косточку, избежав повреждения переорбитальной фасции. Это здесь хорошо видно. Местами она, к сожалению, травмируется. Если бы это был жировой тип офтальмпатии, то это было бы сделать гораздо легче. Но здесь рубцы, спайки. Фиброзный процесс, конечно, вносит свои коррективы. Ну вот мы видим переорбитальную фасцию. Посмотрите, насколько она плотная. Вроде как мы с вами удалили кость, но эффекта декомпрессии мы пока не видим, поскольку переорбитальная фасция сдерживает смещение ткани сформированное нами костное окно. До удаляются остатки клеток и постепенно мы подходим к очень важной структуре анатомической, которая на мой взгляд очень важна не только для собственного эффекта декомпрессии, а для избежания осложнений таких как и согласия. Вот сейчас мы работали в области свиноидального отростка небной кости. Вот он сейчас зондируется и удаляются фрагменты кости над ним. Далее мы доудаляем небольшой участок остова в заднем верхнем отделе глазницы, стараясь избежать травмы задней решетчатой артерии. Но забегая вперед, скажу, что мы все-таки ее повредили. Вы сейчас видите, что туда нам пришлось поставить маленький ватный тампон для гемостаза. Далее мы производим резекцию остова кпереди. Ориентиром здесь служит прежде всего слезный мешок, который надо стараться не повредить, то есть не увлечься удалением остова вперед. И, наконец, очень важный момент, это резекция глазничного отростка небной кости. Мы предпочитаем делать это при помощи остеотома. Да, можно использовать бормашину, но даже при использовании хорошей прецизионной бормашины всегда есть большой риск случайно зацепить переорбитальную фасцию, извините за непарламентское слово, намотать на фрезу как орбитальный жир, так и глазную мышцу, ну, по крайней мере, ее часть. Поэтому мы предпочитаем пользоваться микро остеотомом. Часть отростка достаточно крупная удаляется, это фиксируется нами на фотографии, система Carls Шторс позволяет это сделать, до удаляются небольшие фрагменты задних отделов верхней стенки орбиты. И поскольку у пациента вот посмотрите, как каким мягким без выступов стал переход сформированного нами костного окна в пространство в решетчатом лабиринте. Никаких выступов, которых может произойти в клинику. Возвращаемся. Поскольку у больного достаточно выраженный процесс, мы дополнительно резицируем медиальную треть, я подчеркиваю, медиальную треть нижней глазничной стенки, она же верхняя стенка верхней челюстной пазухи. Почему треть? Ну, во-первых, для того, чтобы избежать травмы подглазничного нерва, второй ветви тройничного, ну, и во-вторых, чтобы избежать опущения глазного яблока в верхнюю челюстную пазму. К сожалению, такие случаи наблюдаются не так редко. Хорошо виден костный фрагмент, который постепенно удаляется, вот канал зрительного нерва мы еще раз видим достаточно хорошо. И можно приступить собственно к скрытию фасции. Обычно проводится от 2 до 4 разрезов, но иногда бывает достаточно и одного, поскольку после разреза фасция разъезжается вверх и вниз, и сейчас вы это хорошо увидите. Сразу же под огромным давлением обратите внимание в пространство в лабиринте выскакивает медиальная прямая мышца глаза. Я бы сказал не жир, а остаточки жира, которое эта мышца просто раздвинула, сдавила. мы рассекаем небольшие перемычки фиброзные, в том числе рассекается нижний сегмент периорбитальной фасции в той части сформированного окна, где мы убрали часть нижней глазничной стенки. Вот таким образом мы достигаем эффекты декомпрессии видна мышца, сохранена средняя носовая раковина, виден орбитальный жир, свободная верхнечелюстная и клиновидные пазухи. При тракции глазного яблока мы видим что происходит, поддавливаем на глаз снаружи, мышца свободно смещается в наше пространство. Вот поэтому мы широко раскрыли верхнечелюстную пазуху, лобную и клиновидную. Иначе вот этими тканями дренажные пути были бы заблокированы. Сейчас мы видим то же самое, но с противоположной стороны. Это уже правая половина носа. И конечно поскольку мышца смещается, она тянет за собой глаз в медиальную сторону. Вот по световому рефлексу мы видим что он находится на окружности зрачка, латеральной окружности, что говорит о формировании сходящего косоглазия, которое мы естественно в дальнейшем устраняем корригирующими операциями глазных мышц. Вот таким образом выполняется трансназальная декомпрессия орбиты при оптической нейропатии. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами посмотрели несколько фрагментов видео. Такая операция обычно продолжается около 20-30 минут. я конечно должен принести небольшие извинения за то, что временами видео было ну скажем так не очень красивым, все-таки эти пациенты сложные, соматические и достаточно часто они подкравливают. Я выражаю глубокую благодарность профессору Груши Ярославу Олеговичу и профессору Сверденко Наталье Юрьевне эндокринологу так скажем в тесном сотрудничестве с которыми мы проводим лечение данных пациентов в нашей клинике уже как я говорил недалеко не первый год под руководством профессора Валерия Михайловича Свистушкина. Несколько слов о собственно разделении этих пациентов по возможности выполнения такого хирургического вмешательства. У пациентов с оптической нейропатией когда мы имеем дело с прогрессирующей потерей остроты зрения цвета ощущения резким снижением качества жизни конечно самым оптимальным является выполнение так называемой балансной костной декомпрессии это когда мы совместно с офтальмо хирургом с профессором грушей Ярослав Олегович выполняем вмешательство одномоментно удаляется латеральная стенка и трансэтмоидально удаляется медиальная стенка к сожалению не всегда удается совместить оба подобных вмешательства в одной операции поэтому мы настоятельно рекомендуем при оптической нейропатии стартовать именно с трансназального доступа поскольку он обеспечивает максимальный декомпрессивный эффект в области вершины орбиты если мы говорим об операции которая планируется к выполнению по эстетическим показаниям то тут конечно осторожность не помешает поскольку осложнение офтальмологического плана присутствует и по нашим данным такие компликации как диплопия косоглазия могут наблюдаться до 35% случаев это достаточно много и конечно нельзя брать на хирургическое лечение подобного пациента отреноларингологу самостоятельно такое решение принимается исключительно консилиумно где ведущая роль отводится офтальмологу а лучше офтальмохирургу и конечно эндокринологу который константирует в свою очередь неэффективность консервативного лечения а роль отоларинголога ну она такая вторичная вспомогательная но от этого не менее эффективная если мы говорим о опять же об неосложненном экзофтальме то конечно стартовать нужно в любом случае не с трансназальной а с латеральной декомпрессии поскольку она дает достаточно выраженный декомпрессивный эффект по регрессу экзофтальма и самое главное что этот вид хирургического лечения не несет себе такого количества офтальмологических осложнений в виде диплопии и косоглазия в случае ее неэффективности или малоэффективности тогда мы прибегаем к трансназальному доступу при неосложненном экзофтальме конечно можно проводить такие операции одномоментно но по нашим собственным данным которые неоднократно уже опубликованы эффективность трансназальной декомпрессии наиболее высока при уровне выстояния глазного яблока более 4-5 миллиметров и выше такой средний можно считать величину от 5 до 8 максимум 9 миллиметров я надеюсь что сегодняшнее наше видео было для вас интересным и не очень вас утомило сейчас мы с вами посмотрим на результаты нескольких хирургических вмешательств при оптической нейропатии и при неактивной форме неосложненном экзофтальме и в заключении данного видео будут представлены контакты нашей клиники по которым вы сможете с нами связаться и мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы по данному виду хирургического лечения все фотографии предоставлены с письменного разрешения пациентов мы видим пациентку с правосторонним неосложненным экзофтальмом слева до трансназальной и справа после трансназальной декомпрессии эффект по регрессу экзофтальма налицо что также просматривается на фотографиях справа слева до и справа после сейчас мы видим пациентку с оптической нейропатии также выраженный эффект по регрессу экзофтальма отсутствия активности со стороны конъюнктивы мы видим компьютерную периметрию наверху до и внизу после отчетливо видна динамика по улучшению по полям зрения я благодарю еще раз всех за внимание уважаемые коллеги сейчас вам будут представлены контакты по которым вы можете связаться с нами по вопросам проведения трансназальных хирургических вмешательств пациентов с эндокринной офтальмопатией как неосложненной так и с оптической нейропатией благодарю за внимание